О чем же мы будем говорить сегодня? Будем говорить о святости. Это вводная наша беседа, вводная наша часть. Я точно знаю, что если бы мы сегодня не побоялись серьезно углубиться в Священное Писание, именно углубиться, не на поверхности барахтаться. Вы знаете, на поверхности земли только мусор валяется. Золото, драгоценные металлы, жемчуг Бог спрятал в земле, чтобы люди потели, чтобы люди копали. Может быть, найдут несколько грамм золота, а может быть, и не найдут совсем. Итак, давайте попробуем с вами побеседовать. Самое ценное, что представляет ценность для Бога, это не сам христианин. Христиан много, званных много, да избранных немного. Ценность представляет христианин, обнаруживший свое призвание, уразумевший, чего конкретно от него хочет Бог, и повиновавшийся этому призванию. Это настоящая ценность. Это же и представляет угрозу для дьявола. Христианин, как таковой, угрозы для дьявола не представляет. Что особенного верующим человеком? Он верует в Бога, так и бесы веруют и трепещут. Что особенного в том, что он пятидесятник или православный? Абсолютно ничего особенного. Никакой угрозы в демоническом мире такой человек не представляет. Я хочу сказать, что дьявол ополчается и обрушивает все свои силы именно на такого христианина. В чем же ценность такого христианина, который нашел свое призвание и старается максимально угодить Господу, выполняя свою миссию на земле? В чем его ценность? Он канал. Он источник, через который Бог имеет возможность что-то делать на земле. Бог получает реальную возможность что-то творить на земле. Если человек не в своем призвании, Бог не может им пользоваться. Бог ничего не может делать через человека, который ничего не делает. И я сейчас хочу показать, что с этим неразрывно связана святость. Если святость подразумевать как отделение, буквально, можете поставить знак уравнения между словом или понятием или явлением «отделить» и словом «святость» – знак уравнения. Как между два и два вы ставите знак уравнения, так точно святость. Мы, честно, не знаем, что такое святость. У нас у каждого какое-то абстрактное свое личное представление о святости и об освящении. Послушайте, святость настоящая – это отделить, это отделенный, это выбранный. Что самое интересное, о чем я буду говорить весь последующий час или минут сорок, это то, что святость подразумевает «отделить для чего-то». Бога не столько интересует то, от чего отделить, как святость подразумевает «отделенным быть для чего-то». Для чего? Для чего быть отделенным? Для чего быть отделенным? Мы часто подразумеваем «освящение» – это осветиться от мира, отделиться от греха. Для чего? Часто в нашем освящении нет силы, нет даже смысла. Потому что настоящая святость – это отделение, например, освящение – это то же самое посвящение, просто буква «п» добавляется. Посвящение – чему-то, посвятить, быть посвященным чему-то – это и есть быть освященным. Потому что быть освященным – это быть отделенным для задачи, для определенной миссии, быть отделенным с целью. Святость – это быть отделенным для миссии, для задачи, быть отделенным с целью. Потому посвященный человек, я посвящаю мою жизнь, и тем, что я посвящаю мою жизнь семье, я ее освящаю мою жизнь. Если я посвящен своей жене, я освящен и отделен от других женщин. Если Бетховен посвятил себя музыке, он этим освятил себя от всего остального. И он действительно, как и всякий другой гений, был на грани сумасшествия. Его совершенно ничего в этом мире не интересовало, кроме музыки. Освящение неразрывно завязано с посвящением. Наше освящение, отделение от мира, не имеет никакого смысла. Потому в нем и нет силы, если оно не направлено для кого-то или для определенной миссии. Как освящается человек? Освящается через то, что посвящает себя определенной миссией, определенной цели. Как освящалась посуда в храме? И что такое осветить тарелку? Что значит святой сосуд? Это отделенный сосуд. Ну хорошо, ты отделил сосуд или стакан от других стаканов. В чем его святость, этого стакана? Его святость в том, для кого он посвящен. Для кого он предназначен. Он неприкосновенен и свят только потому, что он предназначен для. Хотя, если же он ни для чего не предназначен, в его отделении или освящении нет никакого смысла. Это была самая обычная посуда, которая освящалась в храме и предназначалась для пользования в храме. Но Бог за эту посуду очень серьезно взыскивал. Например, в пятой главе книги Даниила написано о языческом царе Валтасаре. И я верю, что это явный, конкретный прообраз дьявола. Потому что Валтасар умер мгновенно. Он был убит. И убит был за надругательство над посудой, которую он взял с храма. Что он сделал? Здесь конкретно написано, если позволите, я быстро, да. Первый стих. Валтасар царь сделал большое першество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принесть золотые и серебряные сосуды, которые на выходной носор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. У него что, посуды не было? У него было с чего пить вино, и он до этого пил вино. В чем же задумка Валтасара? В том, чтобы надругаться над посвященной Богу посудой, над освященными сосудами, взятыми из Дома Божьего. А как он надругается? Как можно надругаться над святым человеком, над святым стаканом, над святой тарелкой, над святой посудой? Надругаться только можно, используя его не по предназначению. Освящает нас предназначение и пребывание в этом предназначении. Предназначение освящает, то есть отделяет человека и погружает в то, для чего он предназначен. И осквернить человека можно только, когда человек не по предназначению поступает или ведет себя, или живет, или что-то делает, или говорит. Потому Валтасар взял посуду, которая тоже предназначалась для того, чтобы из нее пить, но не ему и не в такой обстановке. Потому, когда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, И пили из них царь и велиможи его, и жены, и наложницы его, пили вино, и славили богов золотых, и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. И царь зовет Даниила, сильно закричал царь, я не буду это все читать. И здесь написано так. 17 стих. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написано, я прочитаю царю, и значение объясню ему. И он объясняет ему, что он наделал. 23 стих. Ты, сын его, Валтасар. 22 стих. Ты, сын Навуходоносора, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все, что случилось с твоим отцом. Но вознесся против Господа небес. Я вам покажу, друзья, что основная задача дьявола, это человека использовать не по предназначению. Это основная задача. Это и есть обольщение. Это и есть хитрость. Туда направляются все силы дьявола, чтобы человека только выбить из его предназначения. Потому что человека освящает отделенность для цели, для миссий. Адаму, например, Бог конкретно сказал, охраняй сад. Я тебя поставил возделывать и охранять сад. Это твое предназначение. Ты для этого здесь стоишь. Пока ты будешь в этом, ты будешь освященным, потому что ты посвящен на это определенное задание. Потому дьявол его выбил из этого специально, чтобы использовать его не по предназначению. Чтобы он вкусил и вместо того, чтобы охранял это дерево. И очень часто в нас происходит то же самое. Ты вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов, которые не слышат, не разумеют. А богов, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. Итак, я верю, что Бога прославляет призвание, когда человек в нем находится. Вы от этого не убежите никуда. От этого невозможно убежать. Ваше пребывание в церкви, ваше причисление себя к христианству ничего вам не даст. Если единственный выход действительно спасти себя перед лицом Божьим, это выполнить свое предназначение. Тогда все остальное отпадает само собою, потому что человек освящается, посвящая себя на дело служения. Как Авраам осветился? Библия говорит, что Авраам повиновался призванию. Размышляйте, думайте. Авраам повиновался призванию. Еще раз. Было призвание, которое предназначалось именно для него. Он его знал, Бог его призвал. У него был выбор, повиноваться ему или не повиноваться. Авраам повиновался призванию. Потом Библия говорит, что это вменилось ему в праведность. Вера его и послушание его вменилось ему в праведность. Как связать эти два конкретных явления? Послушание призванию сделало человека праведным. Бог ему не говорил даже, что он должен оставить. Говорил, да. Выйди из урахалдейского, потому что он его звал. Потому что он его звал. Потому что я дам тебе другую землю. Авраам повиновался призванию. Когда человек повинуется призванию, он обязательно многое в своей жизни оставит. Обязательно. Освящение происходит само собою. Отделение происходит само собою. Бог сам создал такие условия, что человек будет вынужден многое оставить. И многих оставить. И друзей оставить. И увлечения оставить. И деньги оставить. Оставит человек. Через что? Через то, когда человек будет послушен призванию. Призвание освящает. Хорошо. Смотрите. Вот здесь много молодых людей. Скажем, девушка. Растет в доме у родителей. И Она думает, надеется, что она когда-то выйдет замуж. Но у нее нет определенного, конкретного молодого человека, которому она готова посвятить себя и отдать себя. Потому она не отделяется и не выделяется от остальных своих друзей, знакомых. Ей нет нужды выделяться. Она свободно разговаривает с молодыми ребятами, девушками. Она свободно общается. Но девушка, которая, скажем, engaged, обручена, она уже так не может себя вести. Женщина, которая выходит замуж, она уже себя не может так вести. Почему? Потому что она освящается. Всякая жена освящается тем, что она посвящает себя. Она обязана быть верной своему избранию. И неверность, и осквернение происходит от неверности. Еще раз. Осквернение от неверности. Еще раз, третий раз. Всякое осквернение от неверности. От неверности чему? От любой неверности. Например, Бог вам сказал, не вкладывай деньги в этот бизнес. И вы конкретно это слышали, и вы конкретно это понимали. Но предложение было сильно заманчивым. И вы оказались неверны. Вас соблазнили. Вы оказались неверны голосу Бога и в разумлении Бога. Неверность оскверняет. Вы уже не святы. Освящая только верность. Потому что освящение, это отделить себя для возлюбленного. Для единого. Потому освящение, это послушание призванию. Это абсолютное следование тому, что говорит внутри тебя Святой Дух. С этим неразрывно связана святость. Моя и ваша святость. И у каждого есть свой уровень и своя мера освящения. Мы не можем всех подгонять под одну планку. С каждым Бог работает по-своему. Я верю, что даже мирские люди, многие освящены, если они посвящены тому, что задумал о них Бог. Просто их проблема в том, что им очень трудно понять, что на самом деле Бог для них задумал. В чем их призвание жизни? Они не могут к нему добраться, потому что они только через Бога могут добраться к своему призванию. Терпите, братья и сестры. Мы говорим о чем-то очень важно. Да даст вам Бог просто разумение. То, о чем мы сейчас говорим. Не думайте, что это неважно, что есть какие-то вещи более важные. Мы очень важный подняли сейчас вопрос. Очень важный. Вы можете подумать, что освящение – это просто оставить грех, который вас мучит, беспокоит, в котором вы сейчас застряли, в котором вы сидите. Совершенно верно. Это освящение. Оставить это. Но в этом освящении нет силы, если в вас не произойдет посвящение. Если в вас, молодой девушке, не появится возлюбленного, вы не сможете себя просто отгородить и не быть ни для кого. Вы не можете осветиться, если святость подразумевает как отделение. Вы обречены на жуткое одиночество. Вы просто не выдержаты. Смысла нет в таком освящении, если в освящении нет посвящения. Есть только один путь быть святым, отделенным. Это быть отделенным не от, а быть отделенным для миссии. И это на самом деле освящает. Потому дьявол серьезно преследует единственную цель. Выбить человека из его предназначения. Запомните это. Человек, который не в предназначении, он и угрозы для дьявола не представляет. Но человек в предназначении, он представляет огромную угрозу. Человек знает, почему он родился в этот мир. Он понял свое призвание. И он верен своему призванию. И пока он верен своему призванию, и пока он послушен Богу, он свят. Освящает призвание. Освящает послушание призванию. А непослушание оскверняет. Смотрите дальше. Если вы откроете Левит, 19 главу, вы удивитесь, какой я вам прочту сейчас стих. Книга Левит, 19 глава. С 19 стиха. Сразу два места прочтем. Левит, 19, 19 и Исход. Нет, не Исход, наверное, сейчас посмотрим. Второзаконие. Итак, Левит, 19, 19. Внимательно. Очень интересный текст. Уставы мои, говорит Бог, соблюдайте внимательно. Скота твоего не своди с иною породою. Поля твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Что это такое? Что за заповеди? Что за уставы? В чем здесь смысл? Второзаконие, 22 глава, то же самое. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок, мерзость, бред Господом, Богом твоим, всякий делающий сие. Да что же это за мерзость? Какая же здесь разница? Человек не оскверняется никаким грехом. Кстати, здесь речь идет не о брюках на женщине, и не о платье, которое носил Христос и апостолы. Сейчас мы разберем, о чем здесь речь. Смотрите дальше. В этой же главе, 9 стих. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы... Вот здесь уже что-то можно понять дальше. Почему такая категоричность? Чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Что это за заповеди Господни, и что здесь Бог имеет в виду? Помоги мне, Господи, объяснить. Потому что это очень важно. И Бог это соединяет с осквернением. Он говорит, для меня это мерзость, если женщина оденет мужскую одежду, или мужчина оденет на себя элемент женской одежды. Для меня это мерзость. Так это ткань. Это просто ткань. В чем мерзость? В чем смысл? А в чем смысл взять два рода семян и бросить вместе? Почему ты так категоричен? Почему ты называешь это мерзостью? Знаете почему? Сейчас, сейчас я вам объясню. Смотрите, Бытие, первая глава, это очень многое объяснит. Книга Бытие, первая глава, здесь написано так. И сказал Бог, одиннадцатый стих. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющие семя, дерево плодовитое, приносящее, внимание, приносящее по роду своему плод. Бог определил род, а в животном мире по роду определил. Бог выступил изначальным творцом, сотворившим род. Есть род, есть род, культура, зерновые род. Их Бог создал изначально вот такими. И всякое смешание, смесь порождает гибрид, совершенно новую разновидность, новый тип, творцом которого Бог не выступал. Смотрите дальше. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по родую, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, по роду его. Здесь подчеркнуто. Род сохраняется. Род выдержан. Род не смешался с другим родом. Род остался чистым. Как сегодня говорят, это породистый щенок. Бог – это чистая порода лошади. Что это значит? Это скота твоего не своди с иною породою, потому что ты убьешь оригинальность творцом, которой выступил Бог. Это богохульство, это надругательство, потому что уничтожается изначальный род. То, что задумал Творец этому животному быть таким животным, этому растению быть таким растением. Это надругательство над Творцом. Использовать не по предназначению. Смесь произвести. Смешать. В этой же главе, 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу, живую породу ее». Порода. По роду ее. Скотов и гадов, и зверей земных, по роду их. И создал Бог зверей земных, по роду их. И скот, по роду его, и всех гадов земных, по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Бог вывел по роду. Род. И весь этот текст, который мы читали, направлен на то, что нельзя потерять оригинальность. Нельзя утратить изначальное предназначение. Бог предназначил этой пшенице быть таким родом пшеницы. Бог предназначил этому животному, этой овце, как творец, предназначил иметь вот такой род и совокупляться только со своим родом и сохранить свой род. потому Бог предназначил мужчине и женщине иметь свой род или свой пол. Бог предназначил. Потому когда мужчина одевает на себя элементы женской одежды или женщина одевает на себя элементы мужской одежды, она производит смесь. Есть какой-то соблазн тайный стать бесполым, транссексуалом стать. Обратите внимание, вы вспомните мои слова. Куда бьет дьявол в последнее время? Уничтожить пол. Уничтожить оригинал, который Бог создал, мужчину и женщину. Женщины становятся мужеподобными, а мужчины, Нести, отвратительно прикасаться к ним, как они некоторые разговаривают. Они впитывают в себя женоподобность. Это богохольство, это надругательство, не меньше, чем Валтасар сделал, когда эти сосуды были посвящены и тем самым освящены и тем самым отделены не от, а для Бога и для священников. И он умышленно сделал такое богохольство. Что мир сегодня делает? Он порождает гибридность, смесь, когда мы не сохраняем свой род. И оно везде происходит. Вы посмотрите, Бог сказал, скота не своди. Двумя родами семян не засевай земли, потому что когда ты сорвешь плод виноградный, там уже будет другое зерно. В плоде будет уже другое зерно. Уже чистая порода утратится. Что же происходит, когда человек, о, братья и сестры мои драгоценные, что происходит, когда человек утрачивает свою оригинальность? Он умирает. Человек умирает. Я читал о людях, которые сменили пол. Большинство из них заканчивают жизнь самоубийством. Они живут в жуткой депрессии. Прежде чем человек согласится сменить пол через операцию, минимум шесть месяцев каждый день с ним занимается психолог, чтобы все сместить, нарушить в его уме, чтобы убедить эту прекрасную женщину, что она мужик. Полная деградация оригинала. Вы скажите, где же такие помешанные люди находятся, которые соглашаются сменить пол? Я вам скажу, это зарождается там, когда человек недоволен тем, кем он родился. Человек ропщит на Творца. Огромную ошибку делают родители, которые говорят, мы только мальчика хотим. О, девочка родилась. Или наоборот. Это огромная ошибка. Вы ропщите на Творца, который создал оригиналом ребенка, которого дал вам Бог. Вы можете быть виновны в том, что этот человек не примет себя в своей оригинальности. И он будет жить с постоянным сожалением, что он не родился мальчиком. Она. Я вам хочу сказать, друзья, на это сделана большущая ставка. Женщина должна четко знать свое предназначение. Женщина должна ясно быть озарена Духом Священного Писания, кто такая женщина в своем оригинале. В чем ее привлекательно, в чем ее сила? Отвратительно выглядит женщина, которая не соответствует своей оригинальности. Она сама себя ненавидит, и всякий разумный, рассудительный мужчина к ней никогда не пожелает. Женщина привлекательна и красива миловидностью, простите, не миловидностью, а кротостью и молчаливым своим духом. Женщина и миловидностью привлекательна. Да только миловидным не всем дано быть. А вот привлекательной может быть каждая женщина, если она соответствует своему оригиналу. Если женщина поймет, что задумал Творец о ней, каждая женщина может быть привлекательной. Она должна полюбить себя, она должна прославить Творца за себя. Я просто даю вызов тем женщинам сегодня, которые недовольны собой, своей внешностью, недовольны, неважно, чем бы вы не были недовольны, попробуйте в сегодняшнем собрании принять себя и прославить Творца. Он вас создал женщиной. Если вы примете себя, если вы не позволите другим элементам или, к сожалению, прийти, Бог прославится через вас, потому что вы осветитесь, вы освящаетесь тем, что вы верны своему оригинальному предназначению. Когда вы верны, вы принимаете себя, и ваши чувства, достоинства имеют глубокие корни, что Бог создал меня женщиной, Бог создал меня мужчиной, значит, я имею четкое представление, что Бог имеет в виду обо мне. Я себя принимаю, я люблю себя. Вы прославляете Бога этим. Вы верны своему оригинальному предназначению, замыслу, который Бог имел о вас. Скажите аминь на это. Потому Бог сказал, когда женщина опускает в себя элементы мужского, мерзость, мерзость, приходит эпоха, приходит время бесполости, когда пол играть роли не будет, когда люди будут устраивать семьи, не мужчина, а женщина. Приходит время транссексуальное, когда люди сменяют пол, и мы должны об этом ясно говорить. Наибольшее надругательство над Творцом, большего надругательства над Творцом не бывает. Нет большего надругательства над Творцом. Один человек спросил, может ли гомосексуалист покаяться, и Бог восстановить его? Может. Так написано в Библии. Но вот может ли транссексуал покаяться? Я не думаю. Я не знаю. Может ли Бог дать покаяние человеку, который так надругался над Творцом? Я этого не знаю. Потому мы сейчас говорим, друзья, что святость, она заключена в верности своему предназначению. Бог определил тебе таким родиться, там родиться, вырасти в такой семье. Бог определил тебе родить пятерых детей, или десятерых, или двоих. Бог определил тебе быть матерью. Соответствуешь ли ты своему оригинальному предназначению? Что прославляет Бога? Соответствие. Соответствие своему призванию. Послушание. Авраам повиновался призванию, и это вменилась ему праведность. Женщина, повинующаяся своему призванию, вменяется ей это в праведность. Она верна. Она верна. Это посвящение отделяет его от всего остального. Недавно ко мне в офис пришла женщина, у которой трое детей. Я не часто рассказываю исповеди, и я не буду ничего рассказывать. Семья. Трое детей. Но она не верна своему материнскому долгу. Она не верна. Она оставила троих детей. Она не верна. И какой бы у нее ухажер не нашелся, и какого красавца она не нашла сейчас, чтобы выйти второй раз замуж, она несчастна. У нее синие мешки под глазами. Я говорю, что ты плачешь? Я детей оставил. Ты не верна. Ты внутри вся разрушена. И ты разрушишься внутри. И невозможно уйти от этой истины, потому что человек освящается только, когда он верен своему оригинальному предназначению. Еще несколько минут, потерпите меня, мы оканчиваем. То же самое происходит и в духовном. Братья и сестры, то же самое происходит и в духовном. Когда человек свои традиции, свои понятия смешивает с божественной истиной. То же самое, что Христос сказал, берегитесь закваски фарисейской. Он имел в виду учения. Берегитесь этого учения. Или как в Колоссяном написано, просто послушайте меня, можете не открывать. Просто написано так. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. В чем опасение апостола Павла? Думайте, думайте, может ли это угрожать нам? Может ли это угрожать мне, что я увлекся философией по преданиям человеческим? Кто такие самаряне? Это смесь. Самаряне – это смесь традиций отцовских и чистого иудаизма, иудейской веры. Христос, беседуя с самаряне, сказал, то, что вам отцы говорят поклоняться на горе, спасение от иудеев, не забывай. Вы родили гибрид, вы родили нечистое учение. Я понимаю, что вы верны отцам, и я не боюсь этого говорить, и не боюсь вообще об этом рассуждать. Мы, если мы не родим чистого Евангелия, происходящего от Бога, грош цена нашему христианству. Оно с примесью. Наше христианство с примесью, пятидесятнической, баптистской примесью. Потому многие люди не принимают нашего Евангелия, потому что оно преломлено через мою примесь. Я правду говорю вам, что настоящее Евангелие, настоящая истина все еще у Бога. Нет такого человека, который может сказать сто процентов истина у меня. Я не хочу руки дать такому человеку. Себя уважать не буду, если скажу, что стопроцентное истинное познание Бога у меня. Истина – это Христос. Он сказал, я есть истина и путь, и жизнь. И всем нам эта истина в какую-то меру открыта. Но очень важно. Один служитель мне недавно позвонил, пожилой, в нашем городе, и говорит, ты же неверно учишь. Там мы о чем-то говорили. Я говорю ему, почему? Ну, потому что ты не учишь так, как всегда учили в церкви. Я говорю, хорошо. Я предлагаю вам открытый диспут. Я предлагаю вам взять Библии, сесть и разобрать этот вопрос. Он говорит, согласен. Мы соберем своих братьев, вы собирайте своих братьев. И мы будем иметь диспут в офисе. Это непринародно. И я уже почти согласился с этим человеком. И я ему говорю, хорошо, а можно вам последний вопрос, от которого будет зависеть, встретимся мы или нет. Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, вы оставляете хоть один процент вероятности, что вы неправы? Один процент из ста, что вы заблуждаетесь, и вам надо что-то поменять в своем понимании этой истины. Он говорит, нет. Я говорю, тогда я не вижу смысла встречаться. Какой смысл встречаться, искать истину, если она вся у вас? вы ее нашли? Lucky you, как говорится. Это серьезно. Это серьезно, когда человек говорит, я обладаю абсолютной истиной. Потому, друзья, оканчивая нашу беседу сегодня, я хочу вам прочесть гимн, гимн святости. Если хотите, я просто так его назвал, и я верю, что это по-настоящему гимн святости, божественной, гимн отделению, гимн принадлежности. Песни-песни, конечно же, это песни-песни. Мы сейчас будем читать песни-песни, и много будем читать, и вам это очень понравится. Песни-песни. Вторая глава, вторая глава, второй стих. Вы только представьте, какая это музыка. Юра, ты даже можешь поиграть, если ты не ушел. Это замечательные тексты Писания. Замечательные тексты Писания. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что это? Все девушки красивые, и вчера они для него были все одинаковыми. Все в смысле были тернами. Сегодня он увидел лилию между терней. Что он сделал? Он влюбился. Что он сделал? Он осветил ее. Он ее осветил. Как он ее осветил? Тем, что выделил для себя. Он отделил ее от остальных для себя. Святость невозможна без вот этого отделения. И освящение и есть отделение. Смотрите дальше. что яблонь, яблоня, да? Мы на Украине сказали яблоня. Что яблонь, дерево, между лесными деревьями, в смысле дикими, то возлюбленный мой между юношами, она видит то же самое, что они сделали. Они осветили себя друг для друга. Чем? Тем, что отделили себя, тем, что оставили. А что же они вчера не могли осветиться? А потому, что не было для кого освящаться. Человек не может осветиться, если он не посвящает себя. Запомните, это есть правило. Если человек не посвящает, он себя не отделяет. Пятая глава. Заклинаю вас, восьмой стих, заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Они у нее спрашивают, слушайте, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая и женщина? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? И она рассказывает о нем, слушайте, она его видит, он нарисован в ней, она не просто видит внешность, здесь не внешность описывается, и она рассказывает, возлюбленный мой, бел и румян, лучше десяти тысяч других, голова его чистая из золота, кудри его, какие у него кудри, черные, как ворон, а глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, послушайте, с каким увлечением она рассказывает о своем возлюбленном, щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его, лилии, источают текучую миру, руки его, золотые крюляки, усаженные топазами, то есть драгоценными камнями, живот его, как изваяние слоновой кости, обложенные сапфирами, голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен ливану, величествен как кедры, уста его сладость и весен любезность, вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери Иерусалимские. Вы знаете, друзья, если церковь, если церковь так не будет говорить о своем возлюбленном, я не верю в святость такой церкви. Если церковь не сможет разглядеть и так влюбиться в своего возлюбленного, я не верю, что она отличит его от десяти тысяч других. Я не верю в святость без влюбленности в своего жениха. Я не верю, если мы не поклоняемся ему, а поклонение это восхищение им. Поклонение это увидеть его и изумляться им, и восхищаться им. Я не верю в святость отдельного христианина, если он так не влюблен в своего Господа. Я не верю, что он способен себя так посвятить Богу и так любить Бога, и увидеть такое колоссальное отличие, что он как яблонь между дикими деревьями вообще в сравнение не идет. Он вообще весь любезность. Я не верю в такую святость. Восьмая глава. Наверное, шестая глава, да, шестая глава, последний текст, четвертого стиха. Возлюбленный мой, шестого стиха, волосы твои, как стадо коз, сходящих с галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят и бесплодной нет между ними, как половинки гранатовой яблоко ланиты твои под кудрями твоими. Это уже жених говорит о своей невесте. Вы знаете, что я понял? Потерпите меня три минуты. Знаете, что я понял? Что святость Бога самого в том, что Он посвятил Себя церкви. Святость Христа это не что-то абстрактное, что Он греха не делает. Святость Христа Его освящение в Его посвящении своей невесте, в Его посвящение своему Отцу. Бог может делать, что хочет, Его никто не может ограничивать в Его действиях, но Его святость в Его преданности. И здесь жених рассказывает о своей невесте и говорит, есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее и царицей наложницей и восхвалили ее. Кто это, блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как пауки со знаменами? Это гимн. Это гимн не просто любви, это гимн верности. Это гимн, когда человек выделяет свою возлюбленную. Это писал Соломон. Видимо, он писал в своем раннем, еще молодом возрасте, когда у него не 300 жён было и 700 наложниц, а только 40 или 40 цариц или 60 там цариц, да? Сколько там? Чего вы смеетесь? Там так написано. Сколько там написано? 60 цариц и сколько наложниц? 80, да? Еще долгий путь предстоял у человека выбрать остальных. Но я не знаю, существует такая не то легенда, не то правдивая история, что только одна любовь была в жизни Соломона, только одна. Это девушка Суламиф, которую он любил, но которую убили из-за зависти. Эти же наложницы. И он его воспел в своей книге «Песни-песни». Была только одна любовь у Соломона. И любви две не бывает. И человек прилепится только к одной по-настоящему. Мы об этом говорили в прошлом. Невозможно любить, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, говорит Бог. И потому действительно она единственная. Девец без числа, говорит царь, но ты единственная. И я просто верю, друзья, что это и есть освящение. Когда он себя отделил и отдал единственное, когда она отделила себя и говорит он лучше десяти тысяч других. я просто верю, что это слово оставит глубокий след вашей душе. Если вы по-другому мыслили, если вы по-другому понимали, если по-другому представляли себе святость, я сегодня хочу помолиться с вами, серьезно, чтобы мы искали Господа. Если вы хотите себя не просто осветить, вы себя хотите посвятить Господу. Посвятить Господу. Посвятить. В прошлое воскресенье мы посвящали здесь детей. Вы знаете, что такое посвятить ребенка? Это осветить ребенка. Что такое осветить ребенка? Это отделить его для Бога. Потому не смейте своих детей забирать у Бога, когда Бог пробуждает в них желание миссии, когда Бог пробуждает в них желание что-то сделать для Бога. Не забирайте их у Бога. Если вы их на самом десятины названы в Библии святыней, святыня это отделенные, если вы только отделяете их от своего заработка, это побор, если вы их освящаете тем, что посвящаете Богу, это прославление, это прославление. И вы не уйдете от этой истины, никогда не уйдете от этой истины. Если вы желаете себя посвятить Господу, посвятить себя Господу, чтобы Он открыл вам ваше служение, я хочу, чтобы такие люди просто вышли наперед, просто здесь склонились перед Богом, и мы будем молиться, там настоящая святость, когда человек уходит. Я несколько дней назад смотрел фильм о Бетховене, в 2006 году вышел фильм, можете посмотреть замечательный потрясающий фильм о Бетховене, Он был глухим вторую половину своей жизни. Знаете, что Он сказал? Бог наказал меня, Он говорит, я не слышу своей собственной музыки, но потом Он сказал, знаешь, я ее слышу внутри себя, все внутри меня, если бы я слышал ушами, это бы исказило, совратило меня, я бы чем-то впечатлился, я бы повторял что-то, я бы просто переделал что-то, я бы засеял это поле двумя родами семян, но поскольку я глухой, и никто, никакая музыка не может меня впечатлить, я верен только одному источнику, который внутри меня, он только внутри меня, меня нельзя совратить, и я бы так хотел, чтобы мы этот источник отыскали внутри себя, христиане драгоценные, внутри себя. Друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео, я хочу, чтобы вы знали, что за последние 23 года мы собрали большой архив видеоматериала, проповеди, передач, форумов, которые могут способствовать вашему духовному развитию в жизни и служении. Если вы хотите быть в курсе новостей, участвовать в нашем служении дарами, если вы дизайнер или редактор, или вы желаете стать партнером нашего служения, пожалуйста, напишите нам об этом по адресу, который видите на экране. Наша цель остается неизменной. Мы хотим войти в каждый дом, потому что Бог хочет войти в каждое сердце.